Субтитры делал DimaTorzok Милан против Наполи, первое место против третьего места и, наверное, один из главных матчей этого уикенда. Крутая вывеска у нас сегодня. А давай посмотрим, что по букмекерам. Может, такие же коэффициенты крутые? Так, давай посмотрим. Букмекеры считают фаворитом Наполи. Да, вот 2.32 дает 1xbet, 2.20 фонбет. Милан 2.31 дает. Да, Милан 3.12, 3.15 и 2.96. Не особо верят в Милан, хотя они лидеры чемпионата. Да, странно действительно. Интересно, почему? Так, ну вот мы посмотрели, там нет пары игроков у Милана. Да, у Милана не сыграют Мусакио и Лиау. Лиау после, потому что когда играли Лигунаци, он там травмировался, по-моему. А что, Мусакио не играет? Я вот, к сожалению, такой инфой не обладаю. На ничью 3.64, 3.52 и 3.55 соответственно. Ничью вообще не верят. Ну да. Хотя в матче Манчестер-Сити-Ливерпуль у нас было тоже там ничью абсолютно не верили, но они сыграли 1-1. Не так, как мы 4-1. Да, тут мы единственный раз во всей истории ошиблись. Да, в истории нового сезона нашей программы, потому что прошлый матч у нас зашел. Поздравляем всех тех, кто поставил на сборную Турции. Разумеется, против сборной России ставить-то, конечно, такое себе. Но, ребят, как бы мы дали прогноз, вы нас послушали и вы смогли поднять что-то с букмекерских контор. Надеемся, что и сейчас наш прогноз тоже будет верный, потому что сейчас мы играем в 8-й тур серия Наполе-Милан. Понеслась? Поехали. Понеслась. Так, все, начался у нас матч. Наполе, как? Наполе играет дома, напомним. Тут сразу Милан идет в перехват. Ну, причем, может, с самого начала получится что-нибудь придумать, а? Нет? Нет, пока. А не судьба. Так, начало пока явно за Миланом. Я пока даже не знаю, какого цвета форма у Донорона, так что. Дай бог и не узнать тебе, какого цвета у него форма. Не-не-не-не, нельзя, нельзя, нельзя двигать. Нельзя, он сейчас узнает. Ой, зелененькая. Ну, все. Ну, все, и штрафный удар. Так, на синий. Вот, наверное, да, вот тут левоногий. Попались. Сейчас. Что-нибудь хитрое. Ну, да. Ладно. Так, продрался Милик. И вот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, что за пушка-то страшная. Неплохо. 1-0 на 20-й минуте. Милик. Забивает. Хорошо комбинирует. Хороший, в принципе, удар. Салемакерс наносил, правильно? Впочитал, да? Да, Салемакерс. Ну-ка, Ребич, 1-1. Хорошо, хорошо. Владел Милан мячом, так что вполне логично. Так, Ибрагимовича пустить нельзя. Ибрагимовича нельзя. Вот... Кисье, который, блин, кривую передачу дал, надо было на Ребича, он там один стоял, тусовался. И, да, Лосана. Можно выбегать. И вот так. 2-1. Это Дрис Смертенс у нас отличается. Неплохо. Ну, в принципе, для первого тайма... Ну, я бы не сказал, что для первого тайма прям такой явный счет. 2-1. 1-0 в пользу... Наполя или хотя бы 1-1. Не, вот 1-1 было бы максимально справедливо. Потому что тут в целом пока явного фаворита не видим. Так, ну вот можно сейчас... Делать 3. Да, можно сейчас стать прям явным фаворитом. Дрис Мертенс. Мертенс. Да, дубль оформляет. 3-1. Челханаглу. 3-2. То есть сейчас, по сути, попытаемся вывести к ничьей в первом тайме. Если успеем, конечно, это сделать. Так, ну нет. Ну нет, не успеваем. Первый тайм у нас остается за Наполе. Счет пока что 3-2. Давай статистику смотреть. Так, ну статистика по ударам самым равная. Владение за тобой. 53 на 47. По отборам тоже. По отборам, да. Ну, Милан играет в гостях. Им надо играть более агрессивно. Ну да. Но в целом матч пока равный. Ну что, посмотрим, как у нас будет тайм второй. Комбетчить. Так. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это просто подарок сейчас был. Вот это подарок. Здрасте. Распишитесь, пожалуйста. Нам четвертый тут забьем. Вы не против. Да, 4-2, Милек. Так, Ибрагимович. Вижу, открывается. 4-3. Примакер сделает 4-3. Побороться. Ну, Милек, побороться. Нет, нельзя. Забираем. Отличная передача на Ибру. Вижу, то, что открывается Ребич и бьет в дальний угол. 4-4. Да, как сейчас вот. Понятно, как оставили. Опять Ибрагимович. Ребич. Открылся. Отлично. Ушел от Апкуна. Что? И забил. И забил. Что? 5-4. Отлично. Пересмотреть хочешь, да? Пожалуй, да. Давай посмотрим. Так, вот передача. Доборолся. Вроде бы отошел. А, рикошетом. Да, отманывался. Лосанов. Быстрее Лосанов убежал. А здесь защитники. Точнее, полузащитники. Попытались сохранить. Оба сразу все. Руки за голову лежать. 5-5. Ну, такого счета, конечно, не будет. Ну, да. Но. Ничейка пока что срабатывает. Ребич. Так, 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 так заканчивается матч. Давай посмотрим на статистику. По ударам перестрелял, по ударам створ перестрелял, по владению мячом перевладел, по отборам тут, извините, к сожалению, по офсайдам это ваше, по угловым мое. По точности ударов у меня, по точности пасов у вас. Ну, в принципе, максимально равная игра. Да, согласен. Максимально равная и, скорее всего, реально ничейка все-таки сработает. Да. Можно, конечно... 5-5, ну, вряд ли будет, конечно, ребят, поэтому тотал больше 7 не нужно ставить, но... 2-2, в принципе. 2-2, да, почему бы и нет. Да, все-таки очень интересный матч у нас получился. Прям вот пот один-пот. С таким счетом, конечно. Ну, и такими интересными командами очень круто было поиграть. Наш прогноз, то, что будет ничья. 5-5 это будет или меньше счет, это уже будем посмотреть. Но наш прогноз, у нас именно 5-5. А вот верить нам или нет, это уже зависит от вас. Но знайте то, что здесь самые правдивые прогнозы на футбол. Возможно, скоро будет на хоккей, на теннис, на пинг-понг, на керлинг. Ух ты. На шорт-трек. Да, например, ну, керлинг 20-21, например, так, физику, это камни еще проделать, если хорошо будет. Игорь Белоногов. Роман Полинсков. Для вас вели эту программу. Еще увидимся. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok